Всем привет! Я Алексей Загребельный, очень давно не было видео и сегодня мы поговорим с вами о капиллярных матах. Дело в том, что все свои теплички я уже давно перевел на них, но друзья, знакомые, да и просто подписчики интересуются, что это такое, как это выглядит, для чего я запихнул их к себе в тепличку, что это мне дало и так далее, и так далее. Дело в том, что капиллярными матами я заинтересовался в 2014 году, в самом начале года, когда впервые услышал, что такое есть, что можно уложить либо в поддон, либо на дно ящика, что якобы это все впитывает в воду, постепенно отдает это цветкам в горшки, горшки соответственно стоят очень долго без полива, можно там поливать раз в несколько недель. Ну, было заманчиво, да, с учетом того, что тепличек у меня много, растений у меня много, всех их хотелось бы все-таки реже поливать, реже за ними ухаживать, меньше времени тратить и больше времени проводить с семьей. Ну, и в итоге, поискав немного в интернете, я нашел два сайта, которые продавали капиллярные маты. Это уже потом, спустя почти что год, я узнал, что это не настоящие капиллярные маты, а просто какой-то геотекстиль. Выглядел это как похоже на серые половые тряпки с вкраплениями каких-то там цветных нитей, вот и так далее, и так далее. Ну, оно понятно, потому что эти капиллярные маты, они были произведены из вторсырье, то есть там были, скорее всего, ХБ-нитки, возможно, шерсть, там и помимо всевозможных искусственных материалов, которые тоже в вторсырье бывают входят. Но это, опять же, надо смотреть состав. Вот. Ну, и однажды в доме фиалки я увидел настоящие капиллярные маты, чуть позже я их покажу. Вот у меня есть небольшой кусочек, что это такое, расскажу, объясню, как оно работает. Вот. И понял, что то, что продавалось, встречалось мне там год назад, капиллярным матом вообще не является. Вот. И буквально недавно я обнаружил очень старую тему на одном из форумов, посвященных Синполием. Там тоже обсуждались капиллярные маты, как раз именно, что серые вот эти вот с вкраплениями цветных нитей. Возможно, это геотекстиль. Кто-то сравнивал с геотекстилем Дорнит. Вот. Часть народа купила эти маты. Жаловались на то, что меньше, чем через месяц появлялся неприятный запах. Скорее всего, действительно, эти маты не предназначены для полива растений. Вот. Потому что неприятный запах при использовании вот настоящего капиллярного мата, о котором я чуть позже расскажу, что он никогда у меня не появился. У меня они уже стоят больше года, и там нет никакого воня, там, чего-то, каких-то процессов гниения, там, и прочее, прочее, прочее. Вот. А в этих, скорее всего, в состав входил какой-то определенный процент натуральных материалов. Но что такое натуральное второе сырье? Опять же, повторюсь, да, шерсть хлопковая, там, хлопчатобумажная ткань, нитки и так далее, и так далее. Они от сырости, естественно, сгниют. Вот. Долго такие материалы не используются. То же самое хабаните. Если вы аквариумисты, там, или увлекаетесь аквариумистикой, знаете, что, когда приматываются мхи хлопчатобумажными нитями, да, то этих нитей хватает в аквариуме на две недели, после чего они сгнивают и растворяются. Вот то же самое, скорее всего, в тех лжематах и произошло. Вот. А настоящие маты, они сделаны из акрилового волокна, не гниют, вот, и так далее. Ну, давайте поближе как раз рассмотрим, что это такое, как их использовать, чего это дает, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, мат состоит, капиллярный, из двух частей. То, что вы увидите сейчас, это его основная часть белая, которая сделана из акрилового волокна. С одной стороны она покрыта пленкой. Надеюсь, видно здесь, да, вот, блестит как раз. И с другой стороны она такая вот ворсинистая, войлочного типа. Вот. И вторая часть капиллярного мата, это пленка. Пленка перфорированная. Если видите, здесь много-много-много-много-много-много-много-много пробито отверстий. Вот. С одной стороны она гладкая, с другой стороны вот как раз вот эти вот пробивные отверстия шершавые. Значит, первое, как это все дело вообще монтируется. Если у вас есть некий поддон большой, типа подноса, да, который вы у себя поставили, допустим, на стеллаж под подсветку, на нем стоят у вас растения, либо вы его ставите на подоконник, либо у вас какие-то ящики, там, и так далее, и так далее, то капиллярный мат всегда укладывается на самое дно. Значит, вот этой стороной, которая покрыта пленкой, вам необходимо положить ее вниз. То есть ворсинки, они расположены всегда строго вверх. А дальше при монтаже вы укладываете пленку. Значит, ну, какой стороной класть? Запомните, шершавой стороной всегда кладем вниз. На мат. Значит, если у вас есть, вот как вот с обратной стороны здесь вот цветные маркировки, то маркировкой вниз. Мат обычно вырезается, ну, кто по-разному, да, бывает пленку с матом вырезают одного размера, то есть всегда идет стык-встык. Вот, есть те, которые вырезают пленки больше, чем сам мат, либо загибают края вверх по стенкам ящика, там, или поддона, вот, либо загибают края под мат. Мат получается вот такая вот система. Значит, дальше наливается просто вода. То есть мат сам вырезается по размерам данного поддона, от стенки до стенки. Вот. Вот. И все. Дальше наливаете воду. Как работает капиллярный мат? На самом деле, раньше я считал, что капиллярный мат это не какой-то гигроскопичный материал, который прямо впитывает воду и удерживает внутри себя. На самом деле нет. Этот материал из акрилового такой вот волокна, вот, он способен удерживать влагу. То есть вы наливаете воду, ворсинки удерживают воду внутри себя. При этом бывает часто, что волокно расправляется, вот, поднимается. И пленка, она способна как раз за счет вот этой перфорации во внутреннюю сторону пропускать воду сквозь себя внутрь и с трудом выпускать ее наружу на своей поверхности. Дальше устанавливаются горшочки с растениями. И вот в тех местах, где они установлены, просачивается сквозь вот эту перфорацию на пленке вода. И вода впитывается в сами горшки. Естественно, горшки должны быть не просто какие-то обычные. В них должен быть отсутствовать дренаж. То есть, иначе у вас вода просто до грунта внутри горшочка не будет доставать. И, соответственно, не будет впитываться. Ну, кто как выходит из такого ситуации. Вот, я обычно у себя просто вместо дренажа, чтобы не высыпался грунт, на самое дно горшка кладу куски сфагнума. Сфагнум очень хорошо впитывает воду. И замечательно передает ее дальше, собственно говоря, в грунт. Вот. И таким образом происходит впитывание воды. В моих тепличках, в которых установлены кокедама, кокедама просто установлена поверх мата. Вот. Там уже сфагнум, который является оболочкой кокедам, впитывает воду в грунт. И таким образом растения получают необходимую влагу. Вот. Значит, что еще вам необходимо знать про капиллярные маты? Ну, давайте. Какие есть преимущества? Ну, во-первых, естественно, площадь поверхности воды, она резко-резко-резко-резко сокращается. За счет того, что контакт воды с воздухом происходит только в тех местах, где все проперфорировано. Естественно, испарение воды сокращается просто на гигантское количество раз. И это один из самых экономных способов полива растений. То есть, вы залили воду, излишки воды будут внутри, под пленкой, внутри капиллярного мата, но никаким образом не будут испаряться. Обычно, если, допустим, вы поливаете растения через поддон, те остатки воды, что в поддоне остались, вот, они, естественно, частично не впитываются, а просто испаряются. То есть, вы пришли, посмотрели, о, воды больше нет. Вот. А на самом деле она просто уже испарилась, а не растение ее там потребило или грунт впитал. Вот. Далее. За счет этого в моих тепличках, особенно закрытого типа, очень хорошо понизилась влажность воздуха. Вот. Что позволило приблизить ее максимально к влажности воздуха комнатного. Вот. И я уже получил за счет этого совершенно другие листики на аквариумных растениях. То есть, те аквариумные растения, которые я выращиваю надводно, вот, выращивав в кокедамах, вы видели их фотографии, вы могли встретить там на моих страницах в соцсетях. Вот. Вот они как раз изменили листву. Они стали более похожи на ту, которая в природе, где они растут. Это болото, леса, берега горных ручьев и рек, вот, берега лесных ручьев и рек, вот, неких водоемов там и так далее. Вот. Это очень хорошо поспособствовало и росту растений, которые за счет смены листвы, приближенной более к природе, улучшили свой рост. Улучшили и внешний вид, и свой рост. Вот. Что еще про капиллярный мат? Черная пленка не пропускает свет. У вас не будут проблем с водорослями. То есть, допустим, полив осуществляется не просто дистиллированной водой. Вы можете также и слабый раствор удобрений вносить прямо тоже в капиллярный мат. Вот. И капиллярный мат, за счет того, что там, допустим, у вас есть яркая подсветка, там и так далее, и так далее, за счет черной пленки не будут развиваться водоросли. Вот. Самую главную проблему, которую устранил капиллярный мат у меня в тепличках, это он удалил зеленые микроводоросли со стенок. Вот. И удалил полностью то, с чем я боролся на протяжении, наверное, почти что года. Вот. Это сине-зеленые водоросли. Раньше у меня в тепличках, в которых выращивались кокедамы с аквариумными растениями, был налит порядка, ну, сантиметра воды. Этого мне, в принципе, было достаточно. Вот. Но питательные вещества из шариков к кокедам, из грунта потихонечку-потихонечку вымывались, просачивались в воду для общего полива, то бишь вот в этой тепличке. Естественно, они являлись питательными веществами для роста водорослей. Ну, и, соответственно, водоросли, разрастаясь по дну ящика и по его стенкам, прирастали и нарастали на сами кокедамы. Это было... Некрасиво выглядело, во-первых. Соответственно, сине-зеленые водоросли, они к тому же еще вонючие. Они пахнут таким резким запахом сырой земли. Вот. Кто сталкивался, тот знает. Вот. И мне приходилось мыть каждый ящик и все кокедамы, которые внутри находились, один раз в неделю. Проточной водой, под краном, носить эти все ящики в ванную, промывать все стенки, промывать все кокедамы. Это очень-очень было хлопотно. И вот я не пожалел о том, что приобрел капиллярный мат, и он мне позволил избавиться от этой напасти. Вот. Минус. Какой минус у капиллярного мата при использовании, опять же повторюсь, с кокедамами, с аквариумными растениями. Растения сквозь эти перфорированные отверстия прорастают в мат. Вот. Прорастают вот в этот войлок и, соответственно, остаются там. Когда берешь там спустя месяц-два, то есть я очень редко за счет вот этих вот матов стал заглядывать в свои теплички. То есть оставил растения на то, чтобы они там развивались без моего участия. Вот когда изредка я туда заглядываю для того, чтобы, допустим, там сфотографировать кокедаму или взять ее там на подстрижку растения там и так далее, и так далее. Получается, что я пытаюсь ее поднять, а следом тянется весь капиллярный мат, так как и пленка в пленку пророс, это самое, корнями растения, и проросло вот этот вот войлок. Вот. Приходится отдирать, естественно, кусочки корней остаются, естественно, кусочки эти со временем загнивают, и капиллярный мат вообще его необходимо раз в полгода желательно промывать. То есть вы берете его, полностью вытаскиваете, несете под проточную воду, отмываете от накопившейся в ней органики, которая туда будет потихонечку проникать с кусочками растений, с кусочками гниющих листьев через воду. То есть вот это вот все будет здесь накапливаться. Ну и на что жаловались обычные комнатные цветороды, это то, что в данном войлоке накапливаются соли. Соли от удобрений, из грунтов, от минеральных веществ, которые вымываются. Вот. Они оседают в виде соли в капиллярном мате. Ну и, естественно, конечно, от воды, которая водопроводная, неотстойная. То есть вот эти все осадки здесь скапливаются. И чтобы удалить, поступает очень просто. Берут, разводят лимонную кислоту, обычную лимонную кислоту, которая продается в продуктовых магазинах в качестве кулинарных добавок к выпечке и к блюдам. Замачивают в этом растворе воды и лимонной кислоты данный капиллярный мат. Вот. Лимонная кислота растворяет большинство солей, соответственно, которые застряли здесь. Потом дальше мат просто промывается водой хорошенечко. Кто-то его в стирочку кидает на слабое количество градусов. Вот. И так далее. Но, опять же, порошок, вот я лично не рекомендовал бы использовать совместно с ним, порошок для стирки. Вот. Мыло еще куда ни шло, но, опять же, вымыть его хорошенько-хорошенько-хорошенько нужно. И, как я сказал, данный мат, он удерживает воду, но он ее не впитывает. Вот. Если, допустим, вертикально его потом разместить, вода с него стекает. То есть, он слегка влажным остается, но он не остается мокрым. Несмотря на то, что воды там могло быть очень-очень много, и он мог там на сантиметр сверху быть покрытым ей. Ну, конечно, настолько много воды не заливают. Вот. Стараются там удерживать, чтобы слой был порядка 5 миллиметров воды. Вот. За счет того, что пленкой оно все покрыто, оно быстро не испаряется и надолго его хватает. Это очень экономный вариант и экономит ваше время по уходу за растениями и экономит вам воду, собственно говоря, на полив. Вот. Гарантия того, что никаких водорослей, гниения процессов там и так далее, вот, резких запахов, как вот писали люди, которые лжематы использовали, да, этого нету. Акрил, он не гниет. Это такой хороший материал, вот, и использовать его легко и просто. Ну, надеюсь, теперь вы знаете, что такое капиллярный мат. Решите для себя, нужен ли он вам или нет. Вот. Для москвичей это, как говорится, не сочтите за рекламу. Проще его приобрести. Дом фиалки. Набивайте в поисковый запрос в интернете. Вот. Попадаете на их сайт. Смотрите, где они расположены. Это метро Новокузнецкая. Две минуты пешком от него. Вот. И там в продаже есть, сейчас не помню, по-моему, два метра в длину. А вот ширина рулона то ли метр, то ли полтора. Ну, в общем, большой кусок. Там равных размеров. И, собственно говоря, уложен кусок самого матика. И плюс к нему вот эта вот покромная защитная пленка. Вот перфорированная. Ну, единственное, что не пугайтесь, она будет сложена вдвое. Поэтому, когда вскроете упаковку, тут... Ой, да у меня тут мата что-то не додали. Это же целых половина. Вот. Нет, на самом деле, просто разъедините. Вот. Ну, и дальше отрезайте, сколько вам нужно. Будете ли вы с запасом, с загибом потом делать вверх или вниз. Это уже ваше право. Ну, естественно, конечно, по такому раскладе у вас мата самого получится больше останется, чем пленки. Если вы будете пленку больше использовать. Вот. Ну, что ж, всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok